ребят всем привет добро пожаловать на мой канал у нас сегодня 2 января я вас еще раз поздравляю с новым годом всего вам самого-самого классно вот то что вы мне писали в личку там под моим последним видео до поздравления желаю всего того же только вот стократном размере прямо такой отдачу вам вот и я сегодня вот красилась и как раз помнила что я же последнем влоге обещала показать вам вот то что мы купили в икея помните ну и мы сейчас моей спальне два слова буквально об этих шариках это шарики которые стоят еще до сих пор с моего дня рождения который у меня был 23 декабря всем кто меня поздравлял соц сетях спасибо вам большое и за эти поздравления тоже вот видите до сих пор они живы кроме вот этого потому что софия вчера изрядника их так помучила и он как бы теперь при смерти вот эти еще такие упругенькие не знаю может я конечно еще ребенок но мне вот такие шары очень-очень нравится ну вот собственно то что мы тогда купили как бы так отойти вот сам стол зеркало лампы что я говорила стул и вот еще полку для иконостаса я сделала там вот это все икея ничего особенного как вы понимаете кстати да цветы тоже до сих пор стоят с моего дня рождения это один из букетов но конкретно этим цветам здесь вообще хорошо потому что температура моей спальни где-то примерно плюс 18 20 градусов я люблю когда так ну немножко прохладно хотя многие могут со мной поспорить кто-то скажет что 18 это уже прям холодно а кто-то скажет что прям жарко для спальни ну вот моя комфортная температура как раз такая и цветы здесь вообще хорошо очень выживают да вот сейчас рассказывает цветам вспомнила о том что меня спрашивали какие мои любимые цветы вот как раз белые розы на втором месте наверное я бы сказала что это белые тюльпаны а потом все 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 белая ну как бы не белая тоже люблю но вот если я зайду магазин то все у меня к белым розам белым цветам больше всего тянет но не люблю я лилии лилии вообще никакие не люблю не белые никакие вот как-то так ну и сейчас я за этим столиком провожу больше всего времени но мне здесь очень нравится наконец-то у меня есть свой уголок где я могу единиться когда муж дома да где я сижу крашусь привожу себя в порядок где я монтировать теперь буду ноутбук мой наконец-то переехал сюда чему мой муж очень рад в первую очередь муж потому что мне он как-то на кухне не сильно мешал ну ну мне даже там в некотором смысле удобно было потому что когда например сара засыпает я могу так набегами немножко там что-то подмонтировать и все такое сейчас нужно бегать наверх маловато мне здесь место если честно и мне очень не нравится что вот большие как бы тюбики да они вот либо лежат либо их вообще сюда не переносила так они у меня остались частично в ванной как-то так в общем ребят кто чем занимается кто что делает 2 января но у нас уже традиция после нового года числа 2 3 ну где-то 5 может быть мы ходим в турецкие магазины приехали на автобусе сейчас быстренько отнемся здесь потом нам надо еще в монополе а потом еще зайдем время и сегодня хотим немножко еще посидеть в общем у нас празднование нового года продолжается видите уже все декорации потихонечку убирают ну потому что на самом деле у них уже праздники закончились сейчас у них уже начинаются распродажи в магазинах такие конкретные где 50 70 то и 80 процентов особенно вещевые вот эти все вот и дальше уже пойдет весенняя коллекция собственно весна это так точно как начинается резко празднование нового года и как бы подготовка к рождеству после хэллоуина вот видите центральная улица еще тоже наряжена на самом деле сегодня только первый рабочий день вот после праздника у них поэтому еще конечно да не успели они все это поснимать вот мы хотим сейчас по одному билету быстренько съездить туда и обратно то есть у нас есть на все про все полтора часа но я думаю что мы сейчас быстренько справимся и все будет чики-бампуча еще видите такие классные у нас здесь улочки тоже есть фотосессии часто делают в таких проулках вот и смотрите 2 января время 12 дня видите поэтому еще не успели это все убрать но есть люди которые это все здесь оставили свиньи то бишь посмотрите что здесь написано парус продажи мороженое пламбир советом чуя блин вам буду рассказывать вы знаете русский что-то я потерялась в общем-то это для людей хотели жить это все смотрите как ну где-то вот в этой куче это как-то совсем не очень мысленно и как всегда берем товаров мы бежим дальше уже вышли с турецкого магазина и вот сейчас на пути к вино монополе ну и как видите вот здесь тоже еще все гирлянды на месте у меня спрашивали как мы отметили новый год но так по семейному мы сначала где-то в районе 6 7 часов сели поужинали провели старый год и в этом году из того что у нас было на столе настолько оливье было вот приготовленным все остальное покупное ну и так посидели особо не напрягаясь но и в 12 часов встретили по норвегии новый год хотя каждый год мы вообще делаем так в 11 часов мы провожаем старый новый год и по украине мы встречаем и потом 12 уже встречаем по норвегии вот выпили шампанского и легли спать вот такой у нас был новый год делитесь как встретили вы вот мы уже доходим это кстати как раз тот вин монополия в котором год назад я снимала вот когда делала нем выпуск уже целый год прошел обалдеть просто все включение дальше вышли в монополе у нас уже осталось 44 минуты сейчас буквально вот время забежать то что в центре уже чтоб потом нигде там у нас на районе у нас на районе не бегать вот ну и дальше я буду сейчас хвастаться кто на меня подписан инстаграм я уже там это сделала вот о том что я получила подарок на новый год на рождество но во первых у меня каждый год начинаются подарки уже вот с святого николая но если стою николая получаю какой-то там чупа чупс вот которую я тоже кстати очень всегда рада то дальше следующий праздник это у меня день рождения вот один рождение от мужа я получила цепочку и кулончик который ну естественно мне не понравился естественно потому что он никогда не угадывает мне с этим вот но мы живем в норвегии здесь можно это все обменять течение там по моему полтора месяца или месяца сейчас быстренько здесь пройду 24 января у меня было такое время и мы с мужем вот когда буквально перед новым годом наверно 28 29 числа пошли и поменяли это все на чехол который сейчас у меня на телефоне сейчас я покажу вот и на сережки выходим кругами здесь была ярмарка в этом году кто смотрел видео ориентируйтесь да чехол он вот ну и телефон я получила в подарок вот как раз на новый год от мужа так что в этом году мне как бы жаловаться грех блин такая погода у нас началась сейчас дождь я не знаю видно там или нет до этого шел снег всю ночь и вот четыре дня завтрашнего начиная у нас тоже будет просто вот проливной дождь такой же как был до этого вот кто в тронхейме живет те насладились конечно кто не живет у нас 20 наверное 3 а то ли даже до 22 числа был дождь вот просто проливной дождь настроение конечно новогоднего такого ну рождественского особо по этой причине не было с погодой не повезло в этом году здесь продолжают они перерывать все как-то странно это все происходит там кусочек перерыли потом там кусочек перерыли когда это все закончится тоже пока непонятно мы сейчас бежим вот эту вот рему быстренько покупаем все на оливье хочется еще нам оливье не наелись вот и потом прибегу домой покажу в итоге что мы купили в турецком магазине что вы купили в монополе здесь центральной реме есть вот филиал руссенбург бакерия смотрите сколько здесь вкуснятины ну и цены тоже я думаю что кто захочет остановит видео и посмотрит сколько это стоит здесь норвегии смотрите какая красота я уже когда-то в этом столе снимала это все на видео по-моему нет и хлеб смотрите такой этаковой мы зашли торги он просто хочу показать что я вас не обманула смотрите все по скидкам налетай как знаете в этом фильме 8 первых свиданий по моему девочки салья и здесь тоже видеть еще все наряжено мы зашли в один из моих любимых магазинов здесь кстати угощает чаем вкусным чая как это пахнет она нить это не просто скраб он еще видишь с маслом ты туда выходишь просто во первых это запах во вторых это скрабированная кожа еще в третьих это питание и то что она не остается на одежде при этом хуже хорошо просто ну и как вы приехали мы домой здесь ничего особенного если честно время мы купили колу и все на оливье ку ничего особенного майонез сосиски и горошек огурцы а в турецком магазине значит сейчас покажу как всегда тоже со мной давно уже не первый раз вы это наблюдаете значит сушки глазури потом вагоны маленькая тележка всяких разных сырков так помидорки огурчики такие малосольные которые ух и палочки тоже наших любимых не было маша и медведь он сказал что вот эти польские такие же но мы попробуем я потом скажу что об этом думаю такие же или на самом деле не очень две упаковки и вот такие трубочки я думаю что нам сейчас будет очень и очень вкусно ну и мартини асти мы купили на поле кстати кто знает почему оно стало таким дешевым но подешевела она стоила насколько я помню 126 134 кроны вот так вот где-то но в том году по моему 126 он стоил в это же время а сейчас 119 интересно ну факту приятно конечно когда так за 116 119 сейчас этот мужчинка уже это рубает оливье ху слышишь мужчинка за мужчину ответит а 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 Субтитры создавал DimaTorzok